20 марта 2016 года фирма ПТР-27 производила регистровый осмотр с видеосъемкой судна Пётр Великий в Мурманском грузовом порту. Вот водолаз спустился в районе левого трапа и двигается в сторону кормовой оконечности квинто-рулевой группе. Вот водолаз приближается к дейдводному устройству. Виден защитный кожух дейдводного устройства, ступица винта с лопастями четырьмя. Вот водолаз начинает осматривать лопасти. Сначала верхнюю лопасть под номером 1 идет вдоль кромки лопасти. Возвращается к ступице и осматривает крепление лопасти. С другой стороны цементировка не нарушена, лопасть без повреждений. Переходит на левую лопасть номер 2, осматривает крепление к ступице. Оно в порядке, цементировка не нарушена и осматривает кромку лопасти номер 2. Вот он видит выбоины, обработанные и зашлифованные на заводе на левой лопасти номер 2. И возвращается, опять показывает выбоины, обработанные и показывает крепление левой лопасти к ступице. Оно без нарушений, цементировка присутствует. Кожух также не поврежден противотросовой защиты. Водолаз переходит на нижнюю лопасть номер 3, осматривает крепление к ступице. Оно без повреждений с обоих сторон, цементировка не нарушена. И проходит по кромке лопасти. Водолаз переходит на правую лопасть номер 4. Показывает крепление к ступице с обоих сторон. Оно не повреждено, цементировка целая. И проходит вдоль кромки лопасти. Водолаз переходит на обтекатель грибного винта. Цементировка крепления конуса обтекателя также не нарушена. Водолаз переходит на перо руля. Вот он осматривает нижнюю петлю подвески перо руля. Держится за скег. Смотрит ограничители поворота. И места, наиболее подверженные разрушению. Трещины отсутствуют. Трещины отсутствуют. Это нежды, нежды, это нежды. Ну да, вот оно. И сегодня. Трудолаз движется вверх по перу руля. И подходит к верхнему узлу подвески пера руля. Здесь видим ограничитель поворота. И осматриваем места, подверженные повышенным нагрузкам. Они трещин не имеют. Осматриваем крепление к балеру. Вот цементировка и кирпичная кладка частично нарушена с левого борта. Одна гайка видна с заднего левого борта. Но в целом цементировка в удовлетворительном состоянии. Вот вид сверху на болты крепления к балеру. Они все законтрены и на месте. Все. Хорошо. Хорошо. Алиса. Бузык. Может на другие стороны переулки? Переходим вокруг скега на правый борт, правую сторону руля. Осматриваем верхний узел подвески пера руля и цементировку крепления пера к балеру. Здесь она в лучшем состоянии, чем с левого борта, имеет место разрушения только краски. Балер, болты крепления также закон треная, все на месте. Водолаз опускается вдоль пера руля с правой стороны. Показывает нижний узел подвески пера руля с правой стороны. Видим ограничители поворота. Вот и небольшое повреждение по усилению угла. По сварке. Сварка была. Это был нижний. Теперь только этот столы не застал. Посмотрим нижнюю часть пера руля и поднимаемся вдоль правой стороны пера руля. Видим защиту электрохимическую, почти не израсходованную. Возвращаемся к нижней узлу подвески пера руля. Осматриваем его с правой стороны. Проходим грибной винт, осматриваем кожух противотросовой защиты с правого борта. И идем вдоль Тейдвуда на правый борт. Двигаемся по правому борту в направлении бортовых кингстонных решеток. Видим забортную арматуру, отверстие с клапанами. Доходим до кингстонных решетков правого борта. Обе решетки в норме. Крепление не нарушено. Повреждения не имеют. Идем по днище в направлении днищевых кингстонных решеток. Видим днищевые кингстонные решетки. Две. Они также не имеют повреждений. И все крепление присутствует. Тут тоже все в порядке. Идем по днищевые кингстонные решетки. Добавляем. Добавляем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот видим окончание левого бортового келя Подходим к нему со стороны кормы Так вот бортовой кель Двигаемся вдоль кромки Левого бортового келя в сторону носовой оконечности Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот подходим к промежутку между бортовыми келями Здесь мы видим усиление Накладку металлическую Между бортовыми келями И продолжаем движение в сторону носовой оконечности Вдоль бортовых келей левого борта Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассматриваем днище... Идем вдоль днища в сторону кормы... В районе келя... И направляемся в направлении левого борта... Продолжение следует... Выходим на левый борт... В районе кормового келя левого борта... И двигаемся вдоль бортовых келей левого борта... В сторону носовой оконечности... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы возвращаемся вдоль бортовых келей... Левого борта в сторону кормы... Чтобы... Чтобы... Можно было перенести кабель... Вдоль левого борта... И продолжить осмотр... И продолжить осмотр... Левого борта и бортовых келей... Левого борта в двух борт... Продолжение следует... Продолжение следует... Должение следует... Уберта в сторону кормы... Продолжение следует... вот закончился бортовой киль левого борта мы продолжаем движение вдоль скулы в направлении кормовой оконечности уходим под скулу под днище и двигаемся поперек судна в сторону правого борта выходим на скулу правого борта и двигаемся в направлении носовой оконечности вдоль скулы правого борта видим окончание бортового киля правого борта и двигаемся вдоль бортового киля правого борта в сторону носовой оконечности и 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 Выходим на скулу левого борта. Поднимаемся вдоль левого борта в районе кормы. Снова опускаемся вдоль левого борта. Доходим до окончания. Доходим до окончания левого бортового киля и двигаемся вдоль него в сторону носовой оконечности. Переходим на следующий бортовой киль левого борта. Теперь кабель перенесен и водолаз имеет возможность двигаться до носовой оконечности. подниматься до окончания левого борта. 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 Показывает переднюю часть левого борта. подниматься до окончания 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 левого борта. Продолжение следует... 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 Тодолаз переходит на последующий бортовой киль и продолжает движение в сторону кормы. Продолжение следует... 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 выходит на левый борт в районе окончания бортового келя левого борта двигается вдоль скулы в сторону кормовой оконечности а и и и и и и Подходит в район трапа стационарного. И поднимается вдоль левого борта, в направлении трапа. Досмотр закончен, водолаз выходит на трап. С вами был Дмитрий Столбов.